Всем привет! На ваших экранах снова ваш любимый вечерний покер. Это вторая игра нового сезона, и нас ждет увлекательное приключение в мир азарта. Кто же, кто же наши новые герои? Снова с нами пушистый и красно-белый профессиональный игрок в покер Андрей Кот Спартак Котельников. Меня зовут Андрей Котельников, Кот Спартак. Я покерист, алкоголик, тунеядец. Жил два с половиной года в Мексике, последних час вернулся в Москву. Я не играл три месяца в покер, взял паузу, подумать о жизни, оглянуться по сторонам. Ну, в целом, начал год очень хорошо, много выиграл, и какое-то озарение пришло, что покерист довольно бестолковое создание, и надо куда-то двигаться дальше. Но покер я по-прежнему люблю. Говорю, что моя задача не обыграть, а прийти, поджигать, повеселиться. Вот, там юмористы будут, как там, стендаперы, проверить, кто лучше стендапер. Понятно, что в покер я играю лучше. Узнаваемое лицо с ТНТ – двукратный победитель комеди-баттл Никита Андриенко. Меня зовут Андриенко Никита, я комик. И у меня есть PlayStation 5 с VR 2. Я гольфист по ночам. А с покером плохо все. Не, на самом деле нормально, но я играл пару раз, ладно, не пару, я больше играл с друзьями. И я ни разу в жизни не играл с людьми, которых я вообще не знаю. Вообще, ну, такого не было никогда. Я сегодня планирую вылететь вторым. Это мой план на сегодня. Блефовать сегодня будешь? Я уже блефу, видите. Я уже говорю, что я никогда не играл, что я понятия не имею, как это делать. Это все, моя жизнь блеф вообще сплошной. Покер глубоко вошел в ее сердце. Певица Эльвира Т. Всем привет, я Эльвира Т. Певица, автор песен. Покер в моей жизни появился в 22-м году. Мы с мужем научились играть. Что-то вот он тоже мне какие-то азы рассказал. И что-то вот как-то мы начали играть. Ну, то есть буквально полтора года, ну, два почти года я играю. Постоянно открываются какие-то новые грани этой игры. Я понимаю, почему ее так любят во всем мире, почему ее так любят уже сотни лет, потому что она очень древняя. Именно потому что она очень многогранная, очень многогранная. Первые разы я приходила с таким вот реально желанием, что-то там. Ну, не то, чтобы увидеть, я и доходила до финала, и первый-второй раз все нормально у меня было в целом. Вот. То в этот раз, честно, иду, вот пусть как будет. Ну, я не буду, то есть я тогда расстраивалась, что я там где-то вылетела. Расстраиваться не буду. Ну, вылечу, вылечу. Любимый импровизатор страны Сергей Матвиенко. Здесь я, Сергей Матвиенко, здрасте. Играл в онлайн покер. И выиграл онлайн-турнир по покеру, что мне казалось вообще невозможно, потому что там уже сумасшедшие, которые идут ол-ин с любой раздачей. Вот. И там участвовало 440 человек. И вот я занял первое место. Сколько выиграл? Там он не очень дорогой был. 73 тысячи, по-моему, первое место. Покер – классная игра, в которую сидишь, играешь, спытываешь эмоции, общаешься с людьми. Вот как-то все так душевно за столом. Ну, до финала. В финале там, конечно, не до душевности вообще. У всех начинающих покеристов есть одна сильная сторона. Особенно, если это одна игра. Необъяснимые действия. Авторитетный блогер. Его посты цитируют миллионы. Лука Ебков. Здравствуйте, меня зовут Андрей. Мне 38. Будет через две недели. Насколько тебе близок покер? Будь он проклят. Очень. Ну, я не знаю, насколько. Часто играю. Назови свой самый большой выигрыш, если не секрет. За раз? Ну, 2,5 миллиона рублей. Я люблю блефовать. Ну, и могу и сказать. А там пускай разбираются, правда я говорю. Его желанию пробиться в финал вечернего покера можно только позавидовать. Двукратный победитель отбора Вячеслав Кузьмичев. Кузьмичев Вячеслав, 30 лет. Город Саратов. Хоккейный тренер по совместительству и профессиональный игрок в покер. В покере я, наверное, где-то около, ну, можно сказать, 12 лет, но осознанно занимаюсь покером около 5 лет. После того, как я сюда приехал, мне очень понравилось, и я теперь не пропускаю ни одного сателлита, и вот посчастливилось оказаться здесь еще раз. В своей стратегии я поменял однозначно. Первый раз я приехал, я был очень дружелюбный, ну, и там состав был такой, это бы, ну, для меня это очень уважаемые люди, я даже, ну, не мог как-то там репениться или так далее. Сегодня я уже видел Андрея Котельникова, этого, ну, кто маломальски занимается покером, все его знают, и плюс еще такой состав сегодня подобрался, что могу быть менее интеллигентным и больше уже таким колючим в плане игры. Вечерний покер. Друзья, добро пожаловать в нашу «Вечерний покер». Меня зовут Артур Усканян, я турнирный директор этой игры. Мы играем в «Тексас Холдом», самый популярный покер в мире. У нас в роли профессионала сегодня Андрей Котельников-Кот, очень известный игрок в мире. Привет, Кот. У нас шесть игроков, один игрок сейчас отсутствует, он сейчас придет скоро. Не, он здесь. Он здесь. Вы даже его не видите. У всех равное количество фишек, 100 тысяч фишек. Мы начинаем 200-400 блайнды, а уровни по 20 минут. Яна, начинаем. Удачи всем. Здравствуйте, Яна. Спасибо. Good luck. Спасибо. Почему представили только меня вопрос? Остальных, получается, всех должны знать. Остальные инфраструктуры. Ты один, но он и понял. Понятно. Теперь понял. Ну, потому что все остальные звезды шоу-бизнеса и тренерства. Ох, карты. Спорта, хоккея. А кот? Кот это кот. Это не как на велосипеде разве ездить? Нет. Да не вред. Это уже не забыть. Это в сердце остается. Вот, я говорю. Ну, да-да-да-да, так, совершенно верно. Получается так. Вот. Я, например, серфить иногда езжу. Всегда, как первый раз. Я забываю все. Ага. Слушай, там форма еще, наверное, какие была у нас? 200. Я катался, я встал почти с первого раза даже на серфе. Мне очень понравилось. Вот. Но был нормальный физический форм. Потом запустился, соскофился, короче, разжирел и даже на лонгборд не смог встать, удержать баланс. Тут зависит, мне кажется. Там сильно зависит. Спасибо. Одет серфик. На Бали. На Бали? Сказочная. Бали, а у нас здесь... Пока не скажу. Любое, назови, рыба, скажи. Надеемся, будет сказочный покер. Но за этим столом точно скучать не придется ни участникам, ни нам с вами, зрителям при наблюдении. Два профессиональных мастера юмора. Не профессиональные, но тоже мастера, тоже юмора. Тот самый Андрей Котельников. Рейс-2200. Ну, а Вячеслав Кузьмичев пополняет список двукратных победителей отборочных турниров у нас. Целая урода. Именно про него я сказал, что тренер, хоккеист, спортсмен. Нет, нет, стой, стой. Я передаю вам. Но покер уже много лет в его жизни занимает одно из центральных мест. Ну, это помощь. Он слишком опытный. И является тоже источником дохода. Ну, руки отрубают за это. Нет, нет. Да, да. У нас здесь, да. А, тогда ладно, все. Тогда я без одной руки, получается, буду играть. Ну, это ускоряет игрок, когда игрок делешь боттон и фишки раскидывает. Провокирует ошибки, на самом деле. Да, провокация ошибки. Видишь, я всех, получается, запутал. Блин, так хочется вот этими картами поиграть уже. Крути дважды. Точно рановато. Да, крутите дважды. Только мы еще не крутим. Эльвиру Те мы с вами отлично знаем. Она большой поклонник и покера, и нашей программы, поэтому взаимная здесь симпатия. Мы рады, что Эльвира пришла. Эльвира делает это с удовольствием. Кайфу. Ну, а вот три других участника у нас новички. Кот играл тоже в первом сезоне. Это первая. Это первая, да. Вообще, первая выигрывает плохая примета. Первую руку выигрывает. Да? Слава, да. Сейчас смотри, на ком она черная метка будет. Андреев задавить начинает сразу же. Опа. Раз. Раз. Она тебя не услышала. Эльвира выбивает вторую пару у Вячеслава со своим флэш-дроу. Да нет, думаю, будет. Сейчас дойдем. Будут моменты. Сейчас на твои руки, да, хорошие? До конца дойдем, но не все. Когда? Уже можно баловаться? Нужно. С дуростью заниматься покерной. Пока. Да, сразу. Мы для этого и собрались. А что мы будем на пульс уже ориентироваться? У меня 86 в спокойном состоянии. Обратите внимание, как аккуратно код складывает карты на два бокса. На бег перешел. Тогда бежит. Ну что ж. Я пока... В представлении участников игры вы, конечно, видели, кто у нас сидит на пятом боксе. Да, это Лука Ебков, он же Андрей Третьяков. Опаздывает. Эту руку бы он точно играл. Мы знаем, что он большой поклонник покера, Андрей. И больше, насколько я знаю, он любит играть в 4, а точнее даже в 5 карт. Вот его надо было бы с Минтоном сажать. Но валет 10, червовый, он бы здесь разыграл. И в доску бы не попал. Но если бы он рейзил, тогда бы Вячеслав Кузьмичев не играл на баттоне, первым словом. Не делал бы ставку продолжения и не забирал бы этот банк в свой актив. Сормально. Да. Блин, мне нравится наблюдать на самом деле. Пас или кол? Пас, пас, пас. Фишки можно не давать. Ну да. О, 400 уже надо давать. Он и так достаточно выиграл. Да, уже. На следующий год. Достаточно, достаточно. Взять и положить 400. Пока недорого. У тебя еще 99 600 за спиной. Так что, можно себе позволить. Никита, а ты чем занимаешься? Я так, как Сергей, более-менее. Похуже. Как Сергей, но похуже. Там, сам, то тут, то там, все в маленьком, да? Вот фура приведет мы разгрызаем, кто знает. По-разному бывает. Ну, соответственно, фура с каламбурами, конечно же. Не просто фура. Так, рейс. Рейс тысяч. Рейс тысяч. Что вы творите все? Пас. 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 Она их выбросила. 700. Что ты? До конца не будет. Ну, пожалуйста. Ну, это я уже тысячу отдал. Ну, обратно же нельзя забрать. А противостатия Андрея Сергея будет любопытным. Флэш-дроп против старшей пары. Фишечки выкрадают. Ну, да. Тысяча. Тысяча. Как так Лука больше всех нервничает, его не здесь? Так потому и нет, он на бексе решал просто. Кстати, да, пульс у Луки появился, значит, он скоро появится в студии. А здесь Донгбет сыграл Сергея на терне. Андрей просто заплатил, потому что, конечно, там могут у Сергея быть в диапазоне туз-3, туз-5, туз-6 какие-то. Но флэш не доехал. Кот сдается. У меня флэш-дрэнцикроза. Пас. Мощно. Вряд ли, что ты мог побить. Ты для пики младше так. Сергей до двух пар усилился, но и одной хватало. Нифига себе, у меня пульс подскочил. Эй, ты сделал, ты сделал. Эй. Вернись на место. А что за проценты там показывают? Я спокойный. До инфаркта сколько осталось? Я, да, я нервничать начинаю. Сколько ты можешь от максимума? Когда вызывать скорую? Я вот так слежу, у меня 47, 46, 45. Я не знаю, что за проценты? Кислородная. А это, между прочим, профессиональный игрок в покер. Я его переехал чуть-чуть. Ну, процент – это уровень пульса для среднестатистического человека в процентном подображении. Вот максимального. То есть вот сейчас у нас все игроки находятся в зоне от 38 до 60%. Он бежит, у него уже 17, смотри, он уже ускоряется. Нужно это снять? А то мама увидит, скажет, ты чего так помнишь? Нет, это концепция, нельзя снимать. Давайте вот здесь без импровизации. Сергей, есть правила. Ну, у Андрея здесь нацовый король хай. У соперника часто есть в руке туз хай. Он профессиональный игрок. Но, в общем, Андрей играет силой диапазона. У него даже не тоже силой диапазона, у него дама трифовая. Поэтому чек кол. Так, понимал он, что не выиграть на шоу-дауне. Как бы я вас сейчас своей девяткой серверой... У тебя последнее слово. Можно было заходить. Да, да, можно было. Ну что, я ничего не почувствовал, и мне это нравится. Я пока всех заманю. Да, 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 да. Он это... Щупает, щупает. Эти профессиональные игроки, они же осьминоги. Слушай, что-то я в офисе с пацанами играл, я что-то вообще так не нервничал, как сейчас. А тут даже как бы деньги не мои. Моё слово. Да не пойду я, не пойду. Пас. Чего же не пойду? Пас. Мы пойдем, мы ждем. Раиснин. Пусть профессионалы разбираются. Профессионалы, пусть тратят деньги. Вы на вечернем покере? Нет, здесь нет ни разу. Ммм, смешно. А вы были, да? Лука, как мы видим, пока все карты отправляет в пас. Ну, до финала доходили. Ну, ну, нифига себе. Ваше слово. Чек. И вы были? Чек. Да, и я тоже был. А вы побеждали? Я побеждал, нет. До финала доходили? Нет. Топул. Тогда держимся с вами. Да. Я побеждал. Семьсот. Кубок потерял так же. Ты побеждал. Андрей ставит рейдло, защита своей руки. Ну, в Сочи я где-то остался, там одним оставил, другим. Тузхай мы здесь не выбьем, но рассчитываем выбить какие-то там дамы валет, может быть, дамы девять, король хай. Опа! Сергей, который платил по гадшоту, перекупает Андрея, но вскрыть его не сможет. Андрей будет блефовать. Ну, вариантов нет. Четыре хай на шоу-даун он не пойдет. Ну, по сути, даже не четыре хай, а доску играет Кот Спартак. Ну, сейчас вот эти вот карты, они немножко подсирают. Тузхай здесь выбить сложно. Ну, там же не только Тузхай, там какие-то флэш-дро есть, гадшоты, которые мы выбиваем. Абсолютно спокойно. Абсолютно спокойно. Все подконечники, наконец-то, он за 2 500 хочет забрать. Там, да, стадия такая уже. Ну, да. Ну, три почти. Три же, конечно. Особенно вот это «покажи карту», то есть ты выбираешь, и тебе показывает соперник. Заволнула, да, ну верно. И вот они говорят, что по статистике все делают неверное решение. Ну, то есть, понимаешь, да? Да, да. То есть она при сперте у кого-то. Да нет, ну за что бороться? Очень важно, когда использовал. Я использовал разочек, да, Олэн, когда уставляешь все. Помогло? На терны дуберо. Ну, я это поехал старше, но за счет того, что был риск вылететь, у меня было меньше фишек, я решил подстраховаться. Не годится, там пятерки, там шестерки и десятки. Да, я выиграл. И без нее выиграл, но и... На всякий случай, да. А, 8D? 8D, да. Так что если у кого-то меньше фишек, советую использовать здесь на все игры. А мы тут кайфовали, у вас что произошло? Да мы чуть поссорились. Ну все, ладно. Заблифовал. Дэн, у вас есть несколько карт, не могли бы нам раздать? Вот хорошую сейчас. Спасибо. Но очень азартный стол, 12 минут пролетели как один миг. Нет практически проходных раздач, где условно там кол, чек-чек, чек-чек, все пошли сварить флоп, никто ничего не исполнил. Но еще раз, как мы отметили, Кот Спартак, это бренд. Это один из самых творческих, агрессивных и самых сильных игроков. А Вячеслав... 1200. Профессиональный тренер-хоккеист, но и профессиональный покерист. Эльвира с большой любовью относится к покеру, и для любителей это очень крепкий игрок. Игрок Сергея мы с вами видели в медиалиге, и тоже к покеру относится, как мне кажется, с сопоставимой любовью, ну может быть, чуть иной, чем к серфу и падл, как он писал у себя, полюбил. Спасибо. Пульс, конечно, интересный. Вячеслав уже 43. Пока Никиту мы только не раскусили. Это на самом деле у детей, потому что прошлую игру, я вне раздачи у меня ниже сотки не опускался. Так что сейчас не знаю. Но сейчас на опыте уже, видишь, получается. Он низок, потому что я в позиции на тебя. У Никиты, пожалуй, меньше всего опыта. Ну а Лука придет, тут поливает, начнет из всех орудий. Я в позиции на тебя. Объясните тебе. Это как у вас отритоковый покер. Принимаю решение в большинстве случаев после Андрея. Ты вот в позиции на Эльвирах, гораздо приятнее, чем будешь в позиции на меня. А ты в позиции на меня? Ну, получается так. Пока нет Андрея. Я бы не хотел, чтобы кто-то был на мне в позиции. На меня. Я гляну карты. Блестящий. Спасибо. Спасибо. Ты же в позиции. Никита. Что? Чек. Когда ты выкинул карту, это уже не имеет смысла. Позиция имеет смысл, потому что у тебя слово первое всегда на постсвапе будет. Чек. Поэтому, когда второе слово, это удобнее, короче, выгоднее. Поэтому позиции называется. Чек. Чек. О. Ну, у кого в фулл-хаус? Скажите. Четыреста. Вячеслав пытается украсть, понимает, что здесь, может быть, король Хаева только заколирует. Но там тус нашелся. Тысяча. Ну, у нас... Не, нормально. Ну, покер все равно. Но мы поняли еще. Был фулл-хаус? Ну, был. Или каре? Нет. Ничего вам не скажу. Ничего не скажу. По телевизору. Не знаю, не знаю комбинации. Ничего вам не скажу. Через месяц узнаем. Через месяц, да, узнаем. Можешь карту попробовать посмотреть. А говорили, что это такое больше не про покер, больше про поговорить. Да, конечно. Картишек не обратится. Да, да. Когда до дела дошло, что-то мне не хочется с вами разговаривать особо. Где эти душевные разговоры вечерние? Да. Двести четыреста. Сейчас опять ты в позиции. Всегда будешь в позиции? Всегда, да. Нет. Вот сейчас в настоящей позиции. Тебя можно Слава назвать? Да, конечно. Просто Слава. Ой, у меня. Нормально. Ну, нормально. Раз. Для того, чтобы играть недостаточно, но нормально. Рейс тысяча двести. У кота более чем достаточно для того, чтобы играть. А у Вячеслава хорошая рука для три бета. Три тысячи. И он показывает, да, что он профессионал, а здесь что Рейс здесь. Ой-ой-ой. Наконец-то. Вот так могу сделать, правильно? Серьезная игра. И король добычи у Эливиры после тузов Никиты. Ну, кот, конечно, это дело будет разгонять дальше. Считаю, что там все пошли посмотреть флоп за недорого. Сейчас мы видим тысяч тринадцать ставку. Все вошли. Это классно. Я жалею, что я скинул. Рейс. Рейс тринадцать двести. Не угадал на двести фишек я. Собирательство, да. Ну что, Никита, ставим ловушку дальше? Кол. Кол. Не, ну, это... Страшный кот. Это... Ух! Даже тоже. Да, я знал. Интересно, было бы я с Никита здесь переставил, чтобы делал кот Спартак? Много кидать. Ну, Эльвире надо выбрасывать карты. Можно же рассуждать, да? Конечно. Да нет, это... Ты можешь даже спросить. Это запрещено законом. Пара у них на руках, что ли? На хорошую карту. У тебя три тысячи уже... Значит, тебе что-то хорошее пришло, правильно? Сейчас как змея немножко вот это вот. Я не играю. У него выгода нет. Я не в игре, видишь? Я не в игре. У него выгода нет, конечно. Три тысячи, значит, у тебя хорошая карта. Правильно? Это ни к чему я тебя не обязываю сейчас. И у ребят хорошая карта. Они тоже хорошие. Какие-то. И поэтому сейчас... А если у нас у всех хорошие? Сейчас будет битва хороших карт. У вас шансы примерно равны. Ну, если только у них... Уже там... Ладно. А этот поступил Жук. Он специально. Я бы на твоем месте его не суткнул. Да, возможно, у него там не супер хорошая карта. Серегу бы не суткнул. Или вот... Он даже не в раздаче. Потому что ты не хочешь конкурировать. Нет, нет, я хочу. Если бы у меня была хорошая карта, я бы вписался в эту раздачу. Что ты находишься между ними. Нет, нет. Хочешь ты, конечно, все. Видишь, какой пульс ты частый? Ангелы и девы. Иди, иди, иди. Не, ну разве не так? Такое может быть, что мы как бы... Ну, ты сейчас в раздаче. Если у нас у всех хорошие карты, мы как бы, может, и разделим просто их. Может, сейчас поделим. Дальше мы пойдем. В кэши кто-то так может. Там дело удачи. Ладно, это много сразу. Двое много заходить. Это уже шанс. Я думаю, он повысит еще данные. Дальше. Ну, где-то еще, наверное, поставим. Да, чуть меньше, потому что... Возможно, кто-то улку не дождется. Я скинула, ладно. Хотя карта у меня отличная. Интересно. Вот потом скажешь, и он тебе расскажет, как тебе нужно было поступить. Нет, я... Ну, это же преподаватель по покеру. Ну да, вообще да. Ну да, кстати. Должен рассказать. Я играю с преподавателя по покеру. Ваше слово. Ну, на этом флопе у Эльвиры шансы были бы, в отличие от кота. У котаутов нет. Ну, то есть дамы 10, но чтобы пришли, или король-король. Так, ну, лоб Никита без позиции, ждет агрессии от кота. Я бы на месте Никиты уже терн ставил. Ну, слишком сильно слоу-плейть руку, перебор. Ну, и ривер точно Никите надо ставить. Если дважды кот подчеркал бихайн, у него почти всегда та рука, которая есть. И что вы добились? У каждого по тузу сидите там. Плохой чек на ривере от Никиты бы объективны. Но он не профессионал, так что без претензий. Я говорю, пара на руках тузы. Опа! Короли? А тут короли. А у тебя что было? А я правильно сказала. Я короли. Я говорю, все старшие на руках. Все правильно сказали. И тузы сказали правильно. Слушай, если бы он повысил, я бы... Занедрил бы, да, тогда? Ну, вот не знаю даже. Так, ну, раздали это неприятное, да? Хорошо, что я не зашла. А у тебя чего у нас там? Ну, у меня был король-дама. Тоже хороший? Одномастный? Ну, нет. А, нет, конечно. Пас сразу на 3000. Что? Ну, когда 3000 оттуда, пас сразу. Король-дама, я до флопа. Король-дама не резует? Если не одномастный. Плохая рука, да. То есть, часто у кого-то тут король, плюс ты флеш не можешь собрать. Разномастный это плохая. Одномастный еще куда ни шло. Понял. Ну, 13 тысяч даже думать. А, ну, я не резил, я шкалировал. Да, да, да. Думать было не о чем. Ну, ладно. Так, неплохо. Ну, сейчас короля бы положили и все. Ну, не все, но я был бы в очень большой опасности. Ну, здесь еще можно коту порадовать, что у него туз-король были, а не два короля. Так бы он своего товарища Лукуй не дождался бы. Серпи. А, Вячеславу неплохо заходит. Тузы были. Ну, король валет, он легко с ними расстался сейчас, попав в замес. Теперь две дамы. Я где-то там сидишь, я пытаюсь вспоминать, какая позиция играет. Какая она играет. Да, ты в позиции, поэтому ты говоришь ерунду всякую. Ну, вот, мое слово. Ну, вспомню карты. Я уже начинаю волноваться. Ну-ка, давай попробуем чек. Чек. Ну, что ты вам скажешь? Позиционер. Маленькую поставим. Третью. Поставлю 600. 600. А, это он проверяет, есть ли у меня что-то или нет. Если есть, то я, конечно же, тоже поставлю. Если нет, то пас. И ты поставишь. Правильно? Ну, а что вы делаете? Не ставить, что ли? Мы здесь для чего собрались? Ребят, это ваша заруба. Ставить. Ваша война, да? А вот так. Кол на флопе интересный, с рукой, без какого-нибудь потенциала. Ну-ка, сейчас он будет дальше проверять. Ну, видимо, здесь мысль о флоуте без позиций. Карта хорошая для Сергея. Ну, если два заколерова, походу, есть тоже чек. Ладно, Вячеславу может быть тройка, может быть король. Ну, и вот ривер надо блефовать Сергею, потому как он сыграл. Мы можем выбить какие-нибудь дамы 10, дамы валет. Тузы хай какие-то выбиваем. Ага. Кармашку не выбьем. Чек. Чек. Тогда непонятно, зачем вы платили флоп, если человек им ривер. А банку надо забирать, правильно? Поэтому надо стоять много. 13 тысяч. У меня столько я не готов стоять. У Сергея Саратова ехал. Не так, чтобы сейчас вот в этот банк стоять 13 тысяч. Тут все что угодно. Тут все что угодно. Не, ну не все на самом деле. Две тысячи. Смотри. Две тысячи. Он поставил дрожащей рукой. Маловата. Вы видели, что он вот так сделал? А я заметил. И пульс. И пульс. Падает. Падает, он умирает. Да нет, я... Начинаю расстраиваться. Не расстраивайся. Это... Просто я мысли вслух говорю какие-то свои. Большой, да? Большой, да? Это большой? Нет, классный. А, да. Все. Батон. Выходи. О, вот и явление Христа народу. Кто ко мне козелец-то подоснул? Да. Потом еще немного проиграл. Никита. Андрей. Слава. Андрей. А, я Сережа. Там не знакома. Один раз ты даже в ол-ин пошел и выиграл. Я вообще, когда не играю, лучше. У тебя пульс был 157, сейчас показываю. Мы думаем, ты бежишь как раз. К тачку бросил и побежал. Хорошо. Хорошо, нормально все? Я уже что-то поставил. Нормально, дебил. Не заметил. Ну, это... 300-600. 300-600 уже? Ты пришел 600. Еще 200. Допадите, пожалуйста. Мне кажется, это Серега подосвал. Газелист, наверное, шел. Я говорю, я кто подослал, чтобы я это задержался? А я... А я... Не, какой... Так, не сал. Вот сюда вот линия такая. Мне кажется, сам я нет линии. А, вот видите, мне подсказывают в ухо, как говорят комментаторы. Андрей Третьяков задержался за того, что попал в аварию. Ну, слава богу, все живы-здоровы. Да, да. Нужно выяснить забыть? 300-600. Рейс, 1300. Услышал, да, что мне говно. Надо забирать. 1300. Ну, и что ты заберешь? Ну, вот. Минимум 900. Пас. Поздравь победителя. И... Да, он уже полбанка своего прозвал. Ты зачем ту профессионалу пустила за электрический стол? Сейчас уже могли не дождаться. Ну, я мог тебя не дождаться. Я знаю, как его убрать. Просто налейте, мы его потеряли. А я не пью. Да просто воды. Просто воды. Разбухает. 300. Нет, Заш. О. Приятное место вот сейчас здесь вот это. На батоне. Позиция батон. Рейс. По стартерам, конечно, Вячеслав чемпион. За эти 25 минут. Но при этом у него ровно стартовый стэк. Кол. Кол. Пас. Не только вот понравилась карта. Надо играть. Только-только. Все испортили, да? Сразу настроение. Здесь я кол хочу. Скажите, какие фишки мне здесь поставить? Ну, разокамер. Белый и розовый. Белый и розовый. Кол. Они даже сюда так лежат? Кол. Нет. Две секунды показал, а потом... Да, не должно считаться. О, ничего себе. Мы с тобой влюбляли, да? У тебя сейчас 150. Надо быть умнее. Меня подставили. Ваш слава. Чек. Чек. Так, у всех что-то здесь есть. Старшая пара у Никиты. Двусторонняя стридро у кота Спартака. Ну, и по гадшоту у Вячеслава и у Луки. Ну, у Луки гадшот мертвый, но если по день девятки. На Бэтбум там много общается. Я просто видел часто, что собираются. Это все любители, но мало общаются. То есть как-то все пришли реально поиграть как будто. То есть суть покера, ну, если это не турнир по 300 долларов где-то. Если это первый столб, там очень много общения, веселья. Но чем дальше ты заходишь, тем меньше ты разговариваешь. Там серьезнее, я бы представляю. Чек. Потому что в Жубую на серию приезжаешь, турнир по 300. Самые серьезные люди сидят. Вот чем дешевле турнир, там, если фрирол есть, то самые серьезные там. В капюшонах, наушниках такие. То есть мышь не проскочит. А по дороге, по 25 тысяч все бухают, зажигают, общаются. Вот, короче, только, знаешь, у меня закрытые игры. Вот, друзья есть в Майами. Там, ну, и не только в Майами, а в Лос-Анджелесе, да и где угодно. Там насыпают топлис массажистский, короче. Вот это нормально, вот туда надо стремиться. Можем здесь такое организовать? Ну, сейчас наберу. Я снимаю футболку. Нет, не вы. Я к тому, чтобы, ну, атмосфера та же была. Пока вы болтаете, тут человек... Человек серьезный. А мы на это никак не можем повлиять. Что-то. А, да, мы забол... Если мы заболчим, то вряд ли ему будет меньше вести, да? Простите. Может быть, наоборот, мол, собьем сейчас. Он будет думать о массажистке. А ну, не надо мне взевать ничего. Нормально идет. Что? Что? Что надо? Да я не посмотрел просто еще. Секундочку. Я изменяюсь дико. А сколько надо? 600? 600. Хорошо. Пол. Пальс. Пол. Рейс 1500. Почему, блин? Пальс. О, вот пошла, пошла творческая игра. Сколько там было? 1500. Ну, давайте, наверное, все-таки Андрея Третьякова будем называть. Лука, как он и подписан здесь. А то два Андрея мы запутаемся. Хотя другого Андрея я часто котом называю просто. Можно еще его называть пёс ЦСКА, но он, наверное, обидится, да? Потому что пёс звучит не так красиво, как кот. Хотя все люди, или многие из них делятся на собачников и кошатников, да? Сереж, слышите меня? Рейс 2000. До свидания. И продолжает свое творчество Лука. О, и он перестал разговаривать. Это игру, это какая-то странная история. А я вот пасанул и готов поболтать. Сергей на флопе поставил, скажем так, вне очереди, не с точки зрения нарушения правил, а исходя из концепции игры. Ладно. Нет ничего у его оппонента. Пятерка только была бы для него чудесной картой. Чек. Я просто, мне интересно, до скольки он дойдет. Сто тысяч. Но Ривер вышел хороший для того, чтобы доблефовать. Девять тысяч играли, да? Полбанка. Девять тысяч? Девять тысяч? Настоящие? Котейки. Виртуальные. А что ты наврал? Блеф красивый. По тысячам. Пройдет ли? Охренеть. Все было интересно до одной карты. До ответственности. До первой. Так. Ну и что? А я могу это? Да. В теории можешь. Можете, можете. А он любую мне покажет, да? Нет, выберешь. Я выберу какую. Да, объясните. Правая, левая. Что? Вот карточки. Нет, эти вот тебе. Я эти знаю, что значит. Нет, вот эти вот. А, эти нет. Ну это же дорогая раздача. Покажи карту. Не очень, да? Нет смысла, да? Это же не ол-ин. Так, сколько я потратил там? Неважно. Можно в раздаче, короче, просить показать тебе одну карту, ади разыгру. А это крутить ол-ин дважды. Ну, типа, когда на тебя выставляешься, можно две доски в шиву. То есть, я ехал с ним, да, всю дорогу, поддерживая его. То есть, он знает, что у меня какая-то хорошая карта. И такой все равно ставит 9 тысяч. Значит, у него тоже есть, возможно, хорошая карта. Только что у него стрит. Хотя его только что газель переехала. Кажется, у него опять. Где пульс его? 117? Я 150 зашел, ты успокоился. Ну, ничего. 120 у кого? 120. Я. Слава. Сбереживай за нас, как за родных. Что за вас, реально? Желай конфоркцию. Чтобы я не волновался. Спасибо. Красава. Ну, что там было? Да. Что там? 6, 8. Опа. И что? 8, 8. Вот так вот. 8 старше. Ну, ну, вот. Потому что опыт. Да. Такой веселее. Да, так веселее. Блин, да что? Да я, ну, дурак я. Так мог посмотреть карту. Ну, рано. Думаю, любой бы тебе хватило. Рано, рано. Ну, кстати, в какой-то момент их надо использовать, потому что там через 2 часа, условно, мы там алыны будем только ходить, и уже карты не будем смотреть. Подождите, до 2 часа еще. Ну, вот еще следующий часик желательно вот эту карту использовать, по-моему. Которую вот эту. Красивая раздача со стороны Луки, и очень правдоподобно, да? Он рейзил до флопа. На флопе первого поставил Сергей, и Лука зарейзил, поставил терн, и поставил ривер. У него легко могли оказаться два туза, два короля, да и две дамы, два валета добирали бы ривер. Две доски, и, наверное, если точно слабо тоже можно. Где выстрелили, да, там и крутили. Ну, может, там кто зуб королем блефалтус, 5 могли найтись, как... Ну, другое мнение просто. Да, да, да. ...предполагало. Не договариваюсь. Да. Пол. Мне только перетянули, у меня рука не могла, не медь стала. Пол. Может, у меня из-за этого пульс такой. Пол. Спасибо. А то я как под домашним арестом. Майор? Так лучше? Да. Рейс 2,600. Хороший рейс от Никиты на большом блайнде, да, много людей здесь зашли... Смотри-ка, человечка. ...за лимб. Все, давай сразу. Отдай то, что забрал. Единственное, здесь лучше было бы крупнее, учитывая очень глубокие стыки. Да, пол. Слав, а ты давно играешь? Ну, около 10 лет. А, новичок, получается. Ну, ты зарабатываешь за игры? Да. Ты в фонде где-то или сам? Нет, сам. Сам ты веришь? Был в фонде, здесь сам. Сколько в месяц? Фонда больше нет? Я сам. В месяц, это, ну, не измерить. Вот полгода там. В год, ладно, в год. 1020 где-то. Чего? Долларов. Ход быстро все посчитал. Чек, да? Да. Чек. Ты так удивились. Чек реально. Ну, король есть у Никиты и есть и Луки, но все-таки Никита до флопа, после того, как все зашли за лимб, порезил. А вы не говорите здесь, да? Посчитаем. Версу 1-4, у нас 10. Можно проверить, как я сидел в своей руке Луке. Вдруг там туздама. Проверочный. Чего тебе проверочный? А ты что там проверяешь? Извините, я все равно в чем-то маху играл. Слушай, ты потратился, наверное, на газиниста или что? Готов. Во, не ожидали? Не ожидали. Чек? Чек. Чек, открывай. Ну, король просто. Я ждал, думал там повысится еще. Ну, ладно. Нет. Там уже закрыт. Стреть закрыт. Это я так проверил. Ждал, ждал, думаю. Ну, сейчас вот. Проверочные 7. Ну, ты, конечно, это проверяешь. Все, я тебя понял. Чуть-чуть. Поехали. Теперь мы с тобой друзья. Да, да, да. Нет, смотри, заметь. Мои деньги были у тебя еще? А я тебе уже помогал. У меня 10 лет не любят. Посмотри, все. Мы на 2 лагеря уже победили. Поделились. Семь проверочные. Ни хрена себе. Никита, у вас мало денег 300. Никита, у вас мало денег. А мне АКФТЗ раздали вы. На 4 бетбольцы. Да, и чекали до конца. Король свободно не пришел. Иначе я пошел бы тебя встречать уже на 4 бетбольцах. Нет, ну, может, в таких глубоких стеках 250 блайндов на начало раздачи и не ушел бы код? 600. 1200 давайте. 1200. Пас. Ну, с другой стороны, он всегда старается максимизировать свою вэлю. Так, вот снова туз Король сказал про АК. Андрей их же получил. Пас. Пас. Но флоп мы все равно увидим здесь. Сколько там? 3600 остальные. А, еще и Никита навалят 7 мастевые и заныривает. О, вот когда Никита колл, тогда что-то странное должно произойти. Да, я сейчас думаю. Что там у тебя опять? Ну, пока ничего. Ладно, проверочные 3600. Пока ничего, но я рассчитываю, что... У Сергея идеальная рука, чтобы пойти посмотреть флоп, половить пятерочку. Здесь чем больше людей, тем лучше имплайды. Лучшая перспектива выиграть много фишек в случае ловли сетта. В эту доску Андрей даже не будет думать о ставке продолжения. Слишком хорошо за нее цепляются оппоненты. Чек. Чек. В целом можно сказать, что кот сдался. Он не выбьет здесь никакую руку слабее. Ну, может, иногда кинь шестерки, и то не факт для таких оппонентов. Тут Надежда вдруг повезет, там какие-нибудь у обоих окажутся туз валет, туз 10, и мы победим. Все меняется. Но проблема, что, скорее всего, мы не выиграли, но выблефовать здесь совпадение нереально. Тысяча. Тысяча. За разряды заплати хоть что-то. Горазу проверочную. Десятку проверочную кидать. Но при этом это может быть и такой блокбет с восьмерочкой, с рукой типа 8-7. Тебя провоцирует. И могут возникнуть мысли о том, чтобы заблефовать здесь Никиту. Это же нам. С парой пятерок выбить совпадение восьмерки. Ты же не на кого думаешь? Нет. Ого. Мы все затаились, друг друга ждут. Ну, таким рейзом восьмерку не выбить, конечно. О, открывай. Про флеш мы, разумеется, тем более не говорим. Открывай. Не, у меня там все плохо. Печерки, да, да. Да, я и понял. А, флеш? Да, конечно. Ну, не верил, что ему прям вот так в золото ехало. Ну, я что-то думал, что у тебя прям... Так, Никита удвоился же, да, наверное? Ну, да. Что-то такое. Ну, нет. Это 200 должно быть. Ну, почти. Ну, не, наверное, нет. Но много уже. Уже много. Уже 154 тысячи. Так, Вячеслав успокоился. 300. А Серега не в раздаче. Как ты не в раздаче вот так? Ты что у меня с пульсом? Я не нервничаю так. Что за... Нет, это еще и маленький пульс. Смотри, вот... Это я умираю практически. Вот сейчас смотри. Сейчас будет раз... Все карты увидят и посмотрим. Но... 300... 600. Короче... Короче, это шайтан-аппарат ваш врет. Вячеслава, смотри. Пас. Сейчас 78. А сейчас резко в его сторону посмотри. Пас. Тоже глаз не ел. Только внимание. Профессионал. У Никиты идет плюсовая замазка. Он единственный, у кого стек больше стартовал. Со всех понемногу собрал. Чем? Такого же не было еще, по-моему, ни разу. Мы не заходили просто так дешево. Ну и где ты была раньше? Ну, да. Где-то и кипит. Не хватило, да? В прошлый раз. Ну, она бы меня не спасла. Только дала... Нет, как там? Там спаренная была доска. А? Там спаренная доска была. Ну, две дамы было. С пятеркой была, это был бы фулл-хаус. Фулл-хаус бьет фашу. А, да, были две дамы. Я загляну, что там... Фулл-хаус бьет фашу. А ты... Нет, ты запоминаешь прям? Я просто не помнил, что была вторая дама. Да. Там. 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 Та-дам. Шестьсот? А я раньше помнил раздачу с Тегом на пять лет назад, вплоть до мастей, причем. Вот, кажется. Сейчас хоть это начинает выбиваться чуть-чуть. Потом пить начал, у него много эмоций теперь. Я не помню. А потом я встретил пиво. Какие раздачи? Теперь не помню, как зовут моих оппонентов. Теперь он помнит цены в баре во всем мире. Вот, фактически. Шестьсот и два. Ваш с вами. У тебя что, веранды открылись? Недавно. Лето заканчивается. Вперед. Я в раду решил. То есть. Че? Ставка на флопе Эльвире вполне понятна. Проверил силу своей руки. Гол Сергея тоже понятен. Куда пошел Никита не очень. Против двоих, я понимаю. Один на один еще можно пытаться там переиграть. Вот и все. Вот он и проверил нас. И вот оно как бывает. Да? Ну, конечно же, было. Карты. Хорошо было? А? Хорошо было? Ну, мне вот сейчас хорошо. Мне вот нехорошо было, наверное. Восемьдесят. Карты беру, деньги и хорошо. Четыреста восемьсот. Это вот вам четыреста. Какая-то инфляция. Блин, я за серыми охочусь. Мне не нравится этот. Ну-ка дайте мне оранжевых. Какие-то? Желто-зеленые. А ты турнир жал когда-нибудь жал? Раньше. Жуда играл в Сочи. Сочи? Мне очень не понравилось. Мне понравилось? Я больше не люблю турнир. Понимаешь, чем дешевле турнир, тем... Я тихо сною еще. Давайте вам их. Пас. Против. Пас. 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 Сколько у нас этот? По восемьсот уже. Ку-ку. Пас. Пас. Чек. Вдвоем был? Да. Мы вдвоем. Лучше Львили было сделать рейс, но Лука бы все равно не выбросил четверку, строки. Чек. Я хочу воскреснуть, нужна карта. Просто она реально какая-то, как варан. Спокойно. 52. Поэтому и была. Тысяча. Тысяча. Может, скоро? 50, 49. И у него процентов меньше всего, реально. Что значит проценты уже? Вячеслав, дышите. У меня 40, но я на втором. 39, 38. Я меньше 37. У меня меньше смс, скажем, секунду. Идеальная карта для Луки. Реально. Что мне падают проценты? Но, на счастье, Эльвиры у нее ничего нет. Жизнь. Ну, я уже за это и переживаю. Я просто смотрю, как каждую секунду... Другое дело, что на терне Эльвира платила, подозревают, что там какая-нибудь карта окажется вале, две трефы. То есть, по этой Луки, может быть, и ривер надо было скрывать? Ну, идеально замеряется. Максимальное давление, минимальное давление. Так что такое проценты? Вы так не ответите. Так показывают средние. Проценты от среднего. От чего среднего? Ну, то есть, средний пульс, 50, 90, это примерно... А, то есть, если на постоянную основу, короче, эти проценты показывают, насколько тебе сейчас плохо. Ну, правильно? Типа, чем меньше, тем как бы тебе плохо. У меня есть примерно половина. Ты думаешь, когда 100%, тебе 100% охеренно. А сколько там уже, извиняюсь? Мы 400-800 играем. Ну, я тогда 800 сейчас тоже кину. О, пас. С чем я иду-то? Не знаю, на какой машине ездит Сергей, но... Что тут постой? Обычно поклонники Ауди, вот с такой стартовой рукой, которая сейчас Сергея, задумываются над тем, чтобы ее не выбрасывать. Кто я такой, чтобы отказывать этому юношу? Фэмилипот. Кот пока что аутсайдер, но у него срока чисто больших блайндов. Не стали с нами играть. Думал, когда-нибудь, вот прикольно, чтобы все поиграли. Один разочек. Можно не глянуть. Чек. 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 Забыл. Чек. 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 Так, может, слышишь, друг у меня есть? Да, мы семь и так были лучшей рукой, собрали две пары. Чек. Чек. А вот у Луки пошла двусторонка. Восьмерка теперь тоже дает стрит, и... Тысячу могу поставить. На его месте, я думаю, неплохо было бы лиц играть. Там, в косарь дам. Пошли проверки. Ну, так бы у нас была инициатива, вдруг бы еще все повыбрасывали. А так мы все равно не хотим свой дабл-белли-бастер отправлять в пас, и ривер мы не можем здесь ставить первыми никак. Чек проверочный 7 тысяч. Нет, твое любимое. 7. Я запомнил это. Проверочный 7. Неси. Опять серый. Да блин. Проклятие серых. А, это потому что я Сергей. Это серый. Камаз с каламбурами подвезли. А? Никита подвез Камаз с каламбурами. Да, да, да. Газель. Газель. Вот та, которая у меня ехала. С каламбурами была? Получается так. Сюда ехал, торопился. Это же моя газель. Я говорю, мне ехали, везли, а ты. Я поэтому первый. Вначале без каламбура был. А я думаю, там наклик смешной. Не сигнальте, водитель спит. Пол. 1200. Нет, 1600. 3600. Все правильно, вы? 3600. Вот я ошибаюсь. Нет. Карта говно, компания хорошая. Ас. Лево. Что там 3600? Это еще, да? Столько же нужно? Да. О, опять с рукой я что-нибудь? Мы с вами даем. Вот втроем. Да, у нас три человека в банке. Лукас 9-7 разными зашел. У него на этом флопе двусторонка опять. Но шестерка может стать супер отравленной картой для Сергея. Проверочный. Да, это уже вылечено. Сергей сюда. Он еще не должен. Мое слово для тебя ничего не значит. Я думал, ты не откажешь, сразу зайдешь. У него автоколбик вокруг. У меня? Нет. Нет, да. У меня не автокол, я пошел гулять. Вот теперь шестерка уже можно открывать. Я поэтому и ушел. Чтобы вам было веселее. Сейчас, смотри, проверочные 14 тысяч. Ну, Леверо усилилось для трепса. Можно ставить побольше. Есть там какой-нибудь двусторонний стрейдро, какой, собственно, и есть. Или, может, там ФД. Не скрипи тут. Поздравьте. С другой ехать. Леверо, я пульс подскочал от этого скрипа. Да и у Эльвиры тоже подскочил, потому что там валет же доехал. Потому что когда ты скрипишь, тут весь этаж подскакивает. Это да. Так, ну был же валет? Да был, был. Через месяц увидите. Там все видно было. Через месяц я забыл, что я здесь делал. Я тут газель буду помнить с колокольной. А на месте нельзя, ну, вот этот европротокол? Да, короче, он что-то голову не начал дрочить. Потом согласился. В итоге мы доехали до поста, чтобы взять европротокол. Я говорю, ну, товарищи, сейчас времени потратил на что. Ну, а может, ты вылетел бы как раз в удачу, потому что он тебя спас. 1600. Рейс 1600. Я, кстати, ставил твою карту, посмотрим, что я тебе раздавал на трансляции. 3500. 3500? Рейс, 3500. Класс. Пришло время. Лука Сергея не отпускает. Ну, а мне нравится этот 3-бет. Особенно с туз 7 мастевыми. 3500. Все пас. Мы с тобой опять. Да перестань, ну. Ну, один раскол и чек-чек до конца. Нет, стопудово будет. Может, я думаю, 7. Битва будет. Давай. Да, давайте 7. Рейс 7 тысяч. Я кольнул. Ничего, мы не добиваемся этим 4-бетом, но единственное, делаем вид, что у нас тузы. В том смысле, что он на такой размер в позиции лукавыбрест не может. Ой-ой-ой, что открывает Яна? Сейчас мы, Сергей, можем потерять. 5 тысяч. 5 тысяч. 15. 15. А, блин, ладно. Не нравится. Парень не годится. Это хорошо. Это хорошо. Вы что тут за маску развалилили? Вас дома ждут. Чек. Чек. Да, 45 тысяч в банке. 10. 10. Да, ну иди ты. Отстань, что ты пристал. Отдай мне эти деньги, они тебе не нужны. У меня машину разбили. Ты в прошлый раз у меня забрала. Дай мне это. Ну, слава. Чек. Чек. Как ты это убить могла, кстати, 4? Ой, красиво. Ай-яй-яй. Я думаю, твои. А, играю, играю. Ах ты. Тюс-валет, да? Аня, тюс-дома. Ну, там флэш закрылся. Может, я по этому лука сейчас чекну. На ривере. Сам за... Ну, очканул немножко, конечно. А-а-а. Страшновато. Страшновато было, но... Гадость какая. Я держу. А мне как страшно, у меня всегда 120. Уберите нахрен эту информацию. Чего за читерские боты вы тут прописали? Блин, как они попут... Я почему-то думал, что это, ну, такое, знаешь, веселье у нас с тобой. А у тебя там две пары сразу. Сразу, без боли. На ривере больно немножко было? Ну, да. ТОС-7 это над, запомните, детки. Знаете, ну, мне единственного... Сегодня надо пораньше освободиться. Так я все для этого делаю. Да, мне настолько рады. Реально могли уже. Судя по динамике на флэпе. Так, что? 800. 800. 1600. Рейс 1600. Нервно, я не буду вот разочискивать. Что ты делаешь, а? Ас. Ас. Да. Там 1600. 1600 всего. Это просто, чтобы вы с двойкой... Просто, да, это символически. Правильно? Угу. О. Никита, похоже, тоже на ауди ездит. Что, потом на флэпе проверочном нормальную поставить? Да. Правильно. Почему с кофем? Не только Эльвира у нас демонстрирует дисциплину. Традиция. Без напитков, без еды. Видимо, чтобы не залить. Человек-рубашку по коктейле одел. Гавайский. Даже кроссовки. Чек? Чек. Ну, какой чек? Ну, ты что? Давай, Сережа. Ну, проверочную надо дать. Ну, я не знаю твоих карт, я не могу тебе советовать. Две тысячи. Две тысячи. Боже, не ставь. Поймешь, что у вас еще человек. Да. Совсем. Это же проверочный, две тысячи. Да. Ну, проверка не проходит. Проверочный семь же уже забыли, нет? Да, он с от семи проверочных. Вот сейчас проверочный семь тысяч. Ты его подожди. Нет, я просто просуждаю. Он может кинуть. Я не говорю, что я выкладываю проверочный. Да, ну, чек. Сережа, давай. Чек. Проверочный семь тысяч. Семь. Блин, мудак. Я-то думал, ты проверять там будешь, когда это поддержит. Так бы, может, доехала бы там до конца. Без стука, с двух ног. Проверочный семь. Как-то у меня с ним все плохо. Короче, если у меня пульс отзаскаливает очки. Сережа, я тебя специально буду кормить, чтобы ты не успел сегодня никуда уехать. Не прочитать. А можно, наверное, кормить, чтобы я никуда не уехал. Тебе потому, что не на чем? Нет, я без фары просто лучше езжу, без зеркала. Восемьсот? Да, восемьсот у нас. С традом. Линзы пора обевать. Так не вывожу. Во что? Ну, какой кафе? Пас. Пас. Это Дэвид Бэхом. Он с женами очень дорогие делает, а он дешевле. Мне жена, он свои за 80, а я свои за 20. Почему муж о нас думает? Женский в четыре раза раньше, понятно. Планируете прыгать? Давайте посмотрим. Смотрим. Нет, да? Ну ладно. Халявные 400. Тоже деньги. Это как раз вот мне на... Такси. Ну вот как это называется? На малый блайнд. Такси не хватит. Такси не хватит, но на малый блайнд, чтобы раскрутиться. Что-то мне вообще не нравится ситуация. Почему? Ну, почему-то прыгают. И ни синих нет, ни желтых нет. Ну вот. Ну как. Черных много, да? От серых. Сейчас я буду душить черные. Пас. Может быть... Пас. 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 Зашла Эльвире хорошая рука. Валец им, конечно, малого блайна тоже надо было доставлять. Но мы знаем, что Эльвира аккуратно играет. И очень вдумчива, очень не любит расставаться с фишками. Какой ужас вы мне раздаете, господи. Слав, ты играть будешь? Жду моменты. Кто-нибудь, ну, рука-то. Я чё? Да. Вы опять с Лукой? Да. Да. Вы против? Вы уже пара проектов знаете. Мне сказали, что мне сказали, две секунды и хватит. Я чек. Видимо, не попал просто. Эльвира, ставьте ставку, я скину. Чек, да? Давайте чек. Чек. Я сейчас доеду куда-нибудь. Ставьте, я скину чек. Честно, говорит Лука. Чек. Не говори мне. Ну вот, доехал, да? Ненадежно ты до каре, прикинь. Отличие вам даю. Кольните и заберите банк, это ваше. Честно, опять говорит Лука. Так. Так. Больше давай, больше. Давайте тогда три. Так вот, что? Ловушка. Вот, вот оно. Я с папа подарить. Башу ловка заклопнуешь. Пять восемь, разномастное. Видишь, хоть три тысячи с тебя забрали лишнего. Не лишнего, но от души было. Блин, а я бы тебе проиграл, у меня было три восемь. Да? У меня по кикеру. Интересно, Эльвира здесь сделала рейс на вэлью или блефовала? Серьезно, хорстач. Так. Но в любом случае, это был творческий рейс. А сколько до перерыва вообще? Пять минут. Пять минут. Пять минут до перерыва? Очень хочется кофе. Я же ляшки сжимаю, как могу вообще? Себе? Себе. Пять минут? Я шутил, что он профессиональный покерный игрок, МТТшник. Ну, кто турнир играет, он в живую приезжает, и на 55-й минуте каждого часа может обоссаться. У нас как раз 55-я. Чисто по инстинктам. Диалоги уже достроены. Да, да, да. Понимаю. На всех сайтах перерыв 55 минут, пятиминутный. Ну, одновременно. И ты когда приезжаешь живую, уже на 55 минуте хочется в туалет. Слава понимать. Семьсот? Да. Давайте с ним оставь. Кол. Как я рад. Ну, куда, блин. Ну, давай кол. Да. Ну, куда? Ну, куда у него подсадили под него прям? Без позиций. Рейзет без позиций. Ладно, заберите копейки что-то. Уже нормально. Я же не буду на 9-4. Пару хватит. Опять это 9-4 было? У меня 7-4. Отсетай, ты мне неудачно. У тебя все время больше, понимаешь? 7-4 одной масти. Да, сынок. Да, да, да. 7-4 масти моя любимая рука. Вот даже написал в Ангете. Когти орла. Когти орла. Когти орла, ничего себе. Когти орла. Андрей, это от тебя пошло название? Ну, в мир принес я. То есть, это из Нижнего чувак придумал. Вот. У него дела лучше. У него это своя стрип-клуб сейчас в Москве и Питере. То есть, я так уж вношу в массы даже. Это тоже Когти орла называется? Ну, почти. Почему Когти орла? Я так не понял. Ну, цепляются в доску вот так же, как Когти орла 7-4. 7-4 лучше рука. Кстати, я каюсь. Я был уверен, что ты инвокер придумал. Но от инвокера были, что люди не обучаемые свиньи, а? Я тогда Рому Емельянову как раз научил. У нас нежели в десятитысячнике. Захарка. Причем как-то невероятно вообще. И это меня в Инстаграме отмечает. Вот, говорит, кот, смотри. Розить будешь? Когти орла. Что такое Когти орла? 7-4? Раис 1600. Это Раис, да? Когти орла, оказывается, это название руки, название стрип-клубов. И это все в массы принес Кот Спартак. Я не хочу с ним наедине останутся. Давай. Ну, и все. А, нет. Спасибо. Я тебе сейчас все отдам все равно. Нет, у нас нет. У меня миссия. У меня нет. Вот сколько времени? У меня миссия. Мне надо это. Что тебе надо? Пораньше уехать. Скажи, мы сюда все привезем. Не уходи. Пол-ин. Где ты с тобой? Чек. 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 Проверочные сколько будет? Как угадайте. 7. Или 500. 2-500 проверочные. 3-500. Афер. Ну, эту раздачу я должен тебе отдать. Я попал. Ты попал, бро. Ужас страшно. Опять пульс подскочил. Это тянуть. А сравни со своими. У тебя же тоже пульс показывает. Я тебе вообще показываю, что я умер. Нет. Да. Я-то не попал. Вот смотри, одна есть. Да, да. Уже достаточно. Что-то. Это мне 700? Да. Так, если ты был 600, надо было больше давать. Не влезал бы в эту раздачу. А если с Дуби? Ну, ты ее же в одном. Да. Там себя встал. На Бата не было я залез бы. До пяти. После не залез бы. Теперь знаю. Восемь надо. То есть ты на Бата не. У меня блестящая карта. Я дохожу. Хорошо. У Сергея стэк тает. И в позиции у него два агрессивных оппонента, конечно, сложно. Я ненавижу карты, которые приходится сидеть и думать. Вот что с ними делать. Плюс банк дай. Плюс банк. У нас пусто. Полвосемьсот. Еще соточку. Пас. Ну, я хотел одну оставить себе. Пас. Нет, нет. Еще соточку. Ну, пожалуйста. Три. Три тысячи. Давно его знаешь? Хамит тебе. Вот. Вообще же не знаю. Вот это я пойду. Просто не потому, что у меня там карта хорошая. Просто другие люди с другими людьми поиграть. Ну, это аргумент. Во хлоп не попал никто. Но Вячеслав мог бы здесь сделать ставку продолжения. Иначе потом будет сложно играть раздачу. Что мы хотели. Почему же одну поменять? Нет. Почему чек вы говорите? На такие карты. Ни чеков, да? Проверять ли чеков? Почему чек они говорят? Ну, можно, раз мы зашли с творческой рукой, здесь заняться творчеством. Поставить так, как будто у нас здесь карманка есть. Может, какие-нибудь 8-7 у нас есть. А может быть, на даме 10 мы зашли. 10 тысяч. Это нормально. 10 процентов. Это Вячеслав оплачивает. Даже будет, ну, тут 16. Парни. Продолжить ли свой блеф на терне, Сергей? Вот в чем вопрос. Ну, можем и так же. Пас и все. Все, в поиске. На зоне доступа. Чек. Чек. Да какой же чек? 7 тысяч. Красивый блеф Сергея. Да, разошел на такой руке. Нужно придумывать. И хоть первый час у Сергея явно не складывался, последнюю раздачу очень красиво он оставляет за собой. Час пролетел незаметно. Вау. Как же хочется скорее увидеть. Час второй. Все, дача, не класс или тратка. Пожалуй, дача тут всегда, где-то рядом. Дилер с новой колодой, мысли приводит порядок. Не пытайтесь критиковать мои пороки. Я игрок и по жизни мне все покер. Мне все покер. Я в плюсе, я на подъеме. Это азарт и настоящая страсть. Я уже в финале. Этот банк огромен. Я его заберу. Конкретно заходит масть.